Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, как научиться не принимать себя близко к сердцу, как избавиться от постоянной тревожности. Есть ли какие-то практические действия, которые помогают успокоить нервы, я постоянно переживаю за того, что во мне говорят люди, что когда на работе, какую оценку дают моим поступкам и работать, с годами эта тревожность по любому поводу только усиливается и мешает жить. Если для некоторых людей негативное отношение к нему становится как опыт, то на мне это отражается в виде болезни, не могу спать, потому что не получается избавиться от мыслей, трясется руки, перестаю общаться с близкими, замыкаю, чтобы не раздражаться на них. Начинаю думать о том, что самое никчёмное глупое никому не нужно, я знаю, что это не так, но почему-то голые слова некоторых любте, и особенно близко воспринимаю и пропускаю через себя. Я не могу избавиться от него, как научиться жить, чтобы не зацикливаться на негативе от других людей. Ну, во-первых, практические действия, это дыхание, это физическое упражнение, это, в общем и целом, всевозможное физическое отреагирование. Если физической активности мало, то вот, в принципе, то, что вы описываете, и будет происходить. А дальше, почему вы не воспринимаете голые слова как опыт? Потому что у вас нет цельного образа себя. Вы не можете определить, что моё, а что не моё. Что мне подходит, а что нет, что мне нужно, а что мне не нужно. Где я, где другой человек. Так, это и вопрос личных границ, это и вопрос жизненных целей, это и вопрос того, что я из себя представляю, это и вопрос того, что я делаю со своими чувствами. Есть ощущение, что у вас много подавленных обид, злости и агрессии, это нужно прожить, психолог в этом поможет. А в целом, я бы сказал, что тот факт, что негатив для вас является чем-то определяющим, на чём вы выключить, говорит, с одной стороны, об обесценивающих тенденциях, то есть у вас слишком высокие требования к себе, желание, что вас все одобрили, и мысли о том, что вы не идеальны, вы не принимаете себя. Помочь принять себя поможет, опять же, психолог. А с другой стороны, то, что вы циклитесь на негативе, говорит о том, что кроме этого-то в вашей жизни особенно ничего нет, и ваша жизнь вам не особо интересна. Как бы вы жили, и что бы вы делали, если бы этого ничего не было. Подумайте, подумайте, что бы вы делали, куда вы росли. Скорее всего, ничего конкретного вы ответить не сможете. Ваша жизнь не наполнена, и наполненность вашей жизни является отражением наполненности вас, вашими чувствами, вашими желаниями и так далее. Также я думаю, что многим вещам, в том числе тем, когда вы принимаете это близко к сердцу, вы продаёте такую жизнь за счёт собственных проекций. То есть вы приписываете вещам людям то, что сами думаете, то сами думаете про себя. Вот такая история. Вы боитесь, на самом деле, как мне кажется, быть плохой по факту, что вы пытаетесь быть хорошей. И я думаю, что здесь и детско-родительские отношения, конечно же, играют большую роль. Ну и играет большую роль и ваша настоящая личностная организация. Вот, поэтому в первую очередь прожить негативные-негативные чувства, выразить его сокрессию. Дальше научиться себя принимать. Вот, это можно сделать, повторюсь, в процессе психотерапии. И в целом ваш текст, это текст, это запрос, это запрос на психотерапию, на индивидуальную работу. Так что выбирайте психолога и начинайте работать. Кстати говоря, болезни, это важная потребность во внимании. То есть, да, с одной стороны, можно сказать, что это проявление аутоагрессии. То есть вы, как бы, себя, получается, наказываете. Наказываете, да, вы наказываете себя за то, что вот у вас там что-то не получилось и так далее. Но, с другой стороны, это и потребность во внимании. Подумайте о том, к чему вы стремитесь. Делаете ли вы это для себя или делаете для других? Коль у вас низкая самооценка, то получается, что вы довольно мало чего-то делаете для себя. В основном, делаете для других. Соглядки на других людей. Вот. Я бы рекомендовал вам стремиться или хотя бы попробовать делать то, что получается на оценку только вам. То есть, то, что приятно вам, то, что нравится вам и так далее. Что касается того, чтобы принимать или не принимать все близко к сердцу. Я думаю, что любой человек принимает все близко к сердцу. Вопрос в том, как он к этим обращается. Если не бежать от этого, если не пугаться от этого, если проживать от этого, то, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, Ситуация может, в принципе, быть довольно-таки хорошей в этом смысле. То есть, если не бояться своих эмоций, если не бояться своей боли, позволять ее себе признавать, что она у вас есть. Не бежать от своих собственных переживаний, как это вы делаете сейчас, например. То я бы сказал, что в этом смысле ситуация может быть для вас позитивной. Она была бы, по крайней мере, для вас позитивной. Вот, куда более позитивной, чем сейчас, например, чем в этот момент, в данный момент, по крайней мере. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь с помощью, вам она пригодится.